вы искали как почистить печень после праздников я вас прекрасно понимаю когда было съедено и выпито больше обычного биохимическая лаборатория печень должна была с этим справиться если бы она с этим справилась легко и просто вы бы просто не искали это видео если что-то пошло не так то я вас прекрасно понимаю я более 25 лет занимаюсь печенью и понимаю что ни один процесс в организме без ее участие просто происходить не может лучше сто процентов питания вашего организма зависит от работы печени 70 процентов очищение вашего организма зависит от той же самой работы печени вся работа печени идет хорошо все прекрасно и работа происходит хорошо и очищение организма своевременно происходит Если с печенью какие-то неполадки Или в образе жизни какие-то неполадки Тут нужно что-то делать Кстати, на моем канале больше 400 видео И часть из них посвящена именно тому Как правильно провести застолье Потому что очень важно К застолью правильно подготовиться Правильно его начать Правильно его провести, правильно закончить И тогда вы не будете искать Вы бы тогда не искали Как почистить печень Кстати, можете подписаться на видео на моем канале Посмотреть в удобное для вас время Те видео, чтобы вы берегли свою печень Вы знаете, очень важный орган Самый важный орган, я бы сказал Вот в обычных условиях Потому что от него практически все зависит Для того, чтобы очистить печень Нужно понимать, как она работает Вы знаете, я написал уже почти 50 книг И брошюр, опубликовал их Вот одна из них Так и называется Что делать, если у вас есть печень Здесь почти 100 страниц Нормальная физиология работы печени Разжевана на уровне 7 класса То есть понять может любой и каждый Когда врачи читают Говорят, господи, как же так просто можно было изложить Что все понятно Врачи с многолетним стажем Прочитав книгу Начинают разбираться в печени Начинают понимать, как она работает Потому что в научных книгах написано так, что их понимают Ограниченный круг лиц Большинство просто не понимают Так, прочитали, запомнили, вызубрили Сдали, забыли Все А этим нужно пользоваться От работы печени зависит просто все Поэтому, что делать Сейчас я вам расскажу Что предлагают, во-первых Ну, в интернете советов масса Чемпион, наверное, это очистка печени С помощью масла Ну, знаете, когда-то По молодости или по глупости Не помню Но, по-моему, это синонимы В то время были Тоже занимался очисткой печени с маслом Легче всего происходит с оливковым маслом Меньше всего тошнит Если кукурузное масло используете Каждый второй появляется тошнота То есть рефлюкс Обратный заброс желчий в желудок И рвота С подсолнечным маслом даже не пробуйте На входе просто Идет рвота на рефлекс Но Стакан масла, который предлагается Для того, чтобы Вызвать сброс желчи Это запредельная нагрузка для печени И для поджелудочной железы Которые одновременно Синхронно пытаются переварить Так как переварить Они такой объем не способны Масло идет по кишечнику И выталкивает его содержимое Да, вроде как Организм вы почистили Кишечник вы почистили Но Вот эта запредельная нагрузка Срывает ферментативную активность Поджелудочной железы И несколько таких попыток Заканчиваются хроническим панкреатитом Те, кто имеют хронический панкреатит Они имеют шанс перевести хронический в острый Чем отличается острый панкреатит От хронического Вы можете посмотреть У меня есть такое видео На моем канале Чтобы вам не тратить зря времени Отвечу 15% людей У которых был поставлен диагноз Острый панкреатит Нет ферментов Пищу вы переварить не можете Кто будет переварить вам пищу Подогенные бактерии Которые находятся в кишечнике Вы хотите дисбактериоз Развивать в своем организме дальше Или все-таки вести Более-менее активный образ жизни Тогда не занимайтесь таким способом Очищения организма Есть разные дополнения Там используют Конечно какие-то кислоты Еще там скажем Яблочный сок используют Клюквенный сок Брусничный можно использовать Для чего это делается Ну перед этим Оно активирует конечно работу печени Там есть энергия Но кислоты плохо влияют на сфинктеродии Вы знаете С одной стороны Жир дает команду Желстному пузырю И поджелудочный Активно сбрасывать секреты А с другой стороны Кислота закрывает сфинктер Не дает им выйти Таким образом попасть на острый панкреатит Еще проще Поэтому так Чистить организм не советую Некоторые советуют соками фреш Да в принципе Сок фреш может В чем-то вам помочь Но он не очистит печень Потому что сок фреш Это опять-таки С точки зрения химии Это растворенные в воде сахара И кислоты разные Поэтому и соки фреш Бывают тоже разные Из разных источников Но в принципе один и тот же Растение синтезировало Из углекислого газа и воды В начале кислоты Потом сахара Потом сахара Складывало в полисахарид И самый распространенный Это крахмал Ну еще такой Менее распространенный В растениях Полисахарид и нули Но принцип один и тот же Когда вот это все Растворенное в воде Попадает Фактически это сок Попадает в пищеварительную систему Те же кислоты Опять-таки спазмируют сфинктероиды Какое очищение если желчь заперли Да печень получила свою энергию Но энергия печени нужна для того Чтобы очищать кровь Очищение крови Которую вы хотите Чтобы провезла ваша печень Равно Это увеличение выработки желчи И вы желчь заперли Вопрос Кому это нужно Не знаю Кому это поможет Даже догадаться не могу Но опыты идут Опыты вы на себе ставите Еще один вариант Это клизмы Разные Ставят клизмы сифонные Ставят клизмы очистительные Ставят клизмы с различными кислотами С тем же лимонным соком Все это здорово Но Из тонского кишечника Всасывается от 200 до 400 мл То есть 1 Максимум 2 стакана воды В тонком кишечнике Всасывание 15 литров Представляете Насколько мощная Очистительная процедура клизма Когда она способна Вывести такой небольшой объем Конечно Если у вас есть запор Да Возможно вариант Клизма тут поможет Но как правило У тех Кто перебрал вчера У них Проблемы с работой кишечника нет Она работает еще и как Организм очищается И так Потому что объем большой был То есть содержимое увеличилось Плюс если оно еще не переварилось Там газы вздутие Дисбактериоз шалит Начинает паразитам Хорошо Потому что Еды вдруг Привалило В большом количестве У них тоже был праздник Чем больше чем у вас Потому что Паразиты и бактерии Едят первыми Из пищеварительной системы Вы кушаете уже после них Если вы не удаляли Глистов Паразитов Если вы не проводили Лечение дисбактериоза То Застолье Я понимаю чем заканчивается Пиршество микрофлоры Патогенные кишечники И все Им там тоже классно Поэтому Думайте что делать Как лечить дисбактериоз Как удалять паразитов Такие видео на моем канале есть Если вы не подписались Можете легко Одним кликом Одним движением мыши Подписаться на мой канал Легко найдете эти видео Просмотрите В удобное для вас время Что еще пытаются делать Ну говорят Раз вчера была нагрузка Значит сегодня должна быть Разгрузка Самая лучшая разгрузка Это лечебное голодание Знаете Классная вещь Но не очень По той простой причине Вначале вы Создаете пищевой стресс Бактериям Набросали кучу им еды У них проблема Как все это добро переварить Первыми усвоить А потом вы ставите их На голодный паек И злые Раскормленные Вчера Бактерии Сегодня начинают Агрессивно Относиться К вашему организму И чем дольше Вы голодаете Тем больше Вреда Они вам нанесут Есть исследование Бактерии Колонизируют Ваш организм Пропорционально Времени Между приемами пищи И чем это время Больше Тем Глубже Ваш организм Они проникают Есть исследование Первые 3-4 дня Они проникают Стенку кишечника Вызывают Потом уже Хронический энтероколит Они там сидят Дальше Они попадают Через кров К органам дыхания После органов дыхания Да Это тоже еще один Фильтр в вашем организме Который пытается Бороться С проблемой А ему попасть В кровь Да Конечно Иммунная система Потом их найдет Вы сепсисом Не заразитесь Одно лечебном голодании Но зачем вам Создавать проблемы Зачем вам Выискивать Потом Бактерии В вашей иммунной системе Разыскивать По всему организму По любым заколункам Если их можно Спокойно Локализовать Кишечники И держать их там На правильном питании Поэтому Так не стоит Очищать Свой организм Некоторые пытаются Взбодриться Холодовыми процедурами То есть Был пищевой стресс Натяка вам еще И холодовый И автоматически Эмоциональный Потому что Как только на кожу Попадает холодная вода В любом виде То ли это Холодный душ То ли это Моржевание То ли обливание Холодной водой Вы знаете Для нервной системы Создается Серьезная нагрузка Потому что Очистить кишечник Убрать оттуда Грязь Таким образом Невозможно А вот Сбудоражить организм Сбудоражить нервную систему Легко и просто И автоматически Подавить Стать иммунную Если вы считаете Что у вас иммунитет Супер сильный Вы можете Поморжевать Можете Пообливаться Холодной водой Вы знаете Проводил на себе Такие опыты Закончил На втором курсе Мединститута Когда В конце концов Нормальная физиология Работы организма Как говорится Была усвоена В полном объеме Ну и практически Просто на себе Вы знаете Вот В такой одежде Я спокойно Ходил осенью В глубокой осенью Зимой ходил В легком свитере Киевский Это наши Морозы У нас был еще Один экстремал Он еще при этом Ездил на велосипеде Ну знаете Что холод Добрал до костей Как говорится Вы знаете Проводил такие опыты Больше так Над своим организмом Не измываюсь Понимаю Что ему нужны Совершенно иные условия Совершенно Иные условия Для работы организма В целом И печени в частности Потому что Как только вы попадаете Под холодовый стресс Под эмоциональный стресс Что практически одно и то же Автоматически блокируется Работа и печени И почек То есть Основных фильтров В вашем организме О какой очистке Можно говорить Если фильтры не работают У вас остается Для работы только кожа Как только вы обрабатываете Ее холодом Ну там тоже идут Изменения кровообращения В конце концов Если активная реакция Кожа покраснеет Если пассивная Она побледнеет И там иммунитет упадет И вопрос Зачем вам это все нужно Поэтому так лучше не делать Вот поддерживаю тех Кто на следующий день Хочет сделать себе разгрузочный Может быть два Может быть даже три Все зависит от того Как вы нагрузили себя до этого Но разгрузочные дни Нужно проводить правильно Как вы понимаете Как вы понимаете Вода это не разгрузочная Диетическая терапия Поэтому так лучше не делать Нужно правильным питанием Вот здесь вот вопрос Какие продукты выбрать Конечно Чемпионы в этом плане Это продукты растительного происхождения Но Ни в коем случае Не в сыром виде Сыроедением заниматься На следующий день Бесполезно По той простой причине Да Сырая растительная клетчатка Пройдет по кишечнику Механически Вытолкнет то Что там находится Но при этом Она не свяжет Те токсины Которые тоже Находятся в кишечнике Они добросовестно Попадут в кровь И нагрузят Печень и почки Поэтому посмотрите На головы сыроедов По идее У них должна быть Пышная растительность На голове Потому что волос Это индикатор чистоты крови Если в крови мало токсинов Волосы живут дольше Растительность на голове Более менее приличная Если токсинов крови много А у сыроедов их много Посмотрите Они большинство из них Ходят на свои мужчины У женщин Не могу сказать Что у женщин Сыроедов Супер классная шевелюра Как правило Она очень быстро редеет И они Чаще ходят К косметологам Дерматологам За лечением тех проблем Которые Вот в таком здоровом питании Появляются Поэтому Очищать организм Сырыми овощами и фруктами Не советую Все-таки Термообработка Усиливает Способность Овощей и фруктов Связывать токсические вещества В кишечнике И не только Выталкивает их Но и связывает Не дает им попасть кровь Вот тут уже очистка пошла Вот тут уже хорошо Поэтому какой-то Супчик Овощной Пожалуйста Борщик Постный Да пожалуйста Винегрете Какую-то Рагу Без вопросов Без проблем Это прекрасно Очистит ваш организм Если вы еще Такую Диетическую терапию Будете Понимать Что ваш организм Нужно хорошо кормить Правильно Помогать Будете Применять Чаще Прекрасно Потому что Вы знаете Я Вот из тех Почти 50 книг Которые Публиковал Вот в этой книжке Что делать Если у вас есть печень Собрал полсотни Лохотронов Которыми Как бы Очищают печень А на самом деле Эти системы Нарушают работу печени И не дают ей Полноценно работать Потому что Вы знаете Почему в Швейцарии Швейцарских банках Хранят деньги Тихо Там и спокойно 250 лет Если не больше Уже Не было там войны Поэтому Надежная вещь Надежная страна Печень В принципе Она от Швейцарии Мало чем отличается Если вы создадите ей Комфортные условия Одной работы Она ответит вам Хорошая работа А работа печени Это профилактика И лечение Любых заболеваний Потому что Я еще не знаю Заболевания Которые возникли бы Не в связи С работой печени Любую патологию Так или иначе Можно привести К точке То есть Нарушенное питание Или нарушение Очищения Вашего организма А этим занимается Именно печень И обеспечивает 100% Вашего питания И 70% Очищения Больше того Она еще способна Обезвреживать Те токсины Которые удаляются В естественных условиях Через другие органы Выделения То есть Через почки И через потовые железы Это два дублера Фактически печени Потому что Через почки Идет 20% Токсины Если печень Их не обезвредила Вы избыточным количеством воды Нарушаете работу почек А если вы питаетесь Правильно Если у вас налажено Правильное питание Печень не только Вывела свои токсины Но и обезвредила Водорастворимые Они идут Неактивно В виде через почки Почкам только хорошо Поэтому Вопрос в чем Частое дробное питание Это условия Правильной работы печени Конечно Жиры тоже нужны Но не стаканами А чайными ложками Для того чтобы Вот эта вот клубничка Которая находится под печенью Под названием Желстый пузырь Легко и просто сократилась В пищеварительной системе Должна оказаться Всего лишь Чайная ложка жира Будет это Чайная ложка Какого-то растительного масла Кусочек сала Желток яйца Будет это Пару орешков Это ваш выбор Как хотите Но жиры Должны попадать В малых количествах Чтобы не перегружать Ни печень Ни поджелудшую железу Но обеспечивать Сброс желчи То есть той зрязи Которую печень нашла До этого в вашем организме И так как пузырь Переполняется За 4-5 часов работы печени То понятно Почему частое Дробное питание Это лучший способ Очистить ваш организм Потому что это Создает условия комфорта И для работы Самого главного Вашего фильтра печени И все Хотите больше Не вопрос Тут уже Появляются Индивидуальные назначения Потому что Можно конечно Отдельными травами Сборами трав Усилить В еще большей степени Работу печени Но в том случае Когда у вас есть режим Слушай Давать печени Желчегонные травы То есть те Которые улучшают Ее работу Давать печени Епатопротектор Давать печени Любые препараты Которые усиливают Ее работу Не создав Перед этим Ее режим Полноценного питания Правильного питания Вы ничего не получите Хорошего Просто потратите Деньги Потратите время А пользу Ожидаемую Превратите во вред Потому что Как только вы Заставите печень Лучше очищать кровь Она опять таки Напомню Будет больше Вырабатывать желчи Больше вырабатывать желчи Она накапливается В желчном пузыре Уже не за 4-5 часов А за 3-4 часа Если вы Не увеличили частоту Приемов пищи Повышается давление В системе Желчный пузырь Печень Потому что Тут нет клапана Нежная печеночная клетка Очищает кровь Вырабатывает желчи И по протокам Спускает ее В желчный пузырь Дальше Сфинтер Оди Который находится Фактически В 12-перстной кишке Держит эту систему До тех пор Пока В кишечник В пищеварительную систему Не попадет еда Правильная еда Как только туда попала еда Сфинтер открылся Пузырь сократился Желчь ушла в кишечник И печень Опять может очищать Вашу кровь Очищать ваш организм Если вы Усиливаете работу печени Она переполнена пузырь Сфинтер держит Давление в системе повышается Представляете Как додумать Догадайтесь с одной попытки Кому хуже всех будет Сфинтер Оди Мышца Которая сжала И держит Желчный пузырь Который тоже Мышечный мешок Который тоже В принципе Его изнутри Распирает Желчан Тоже ее прижимает Когда вы Долго не могли Сходить в туалет У вас Мочевой пузырь Тоже прижимает Там тоже Мышцы Примерно То же самое Только в жестом пузыре Нет рецептора Вы не чувствуете Этого А там происходит То же самое Вот давление В системе поднялось А на входе Нежная Печеночная Клеточка Которая Разрушается Вот так вот И прижми При гепатитах Запрещают Лежать Прижимать Печень Твердыми предметами Когда человек Лежит при гепатите На подоконнике У него завтра Такие будут Трансаминазы Такой билирубин Кровью Мало не покажется Подушечку Подкладывают Правильно Вот тогда положил Мягкую подушечку Лег Человек Животиком На подоконнике Разговаривает Со своими родственниками Печень не травмируется Печень нехорошо Анализы на следующий день Не среагируют А так Посещение Родственников Погорел Полчаса А потом Анализы вверх А доктор Ломает голову Что ж Такое Произошло Почему Процесс Пошел Обратную Сторон Человек Придавил Печень Так вот Примерно То же самое Происходит С вашим Организмом Когда Печеночную Клетку С одной Стороны Стимулируют Вырабатывают Больше Желчи А с другой Стороны Не дают Сбросить Она Раздавливается Она Лопается Анализы Ползут Другую Сторон Уже Не очищение Печень Идет А разрушение Печень Для чем Вам это Надо Поэтому Правильно Нужно Все это Делать Травы Они Могут Помочь Они Прекрасно Помогают Если В системе Их Используют Они Просто Отдали Должное Своему Организму Как бы Знаете Отдолжение Сделали Ну Попринимаю Я еще Травки Чемпион Кстати В этом Вопросе Расторопши Великолепно Помогает Работе Печень Если Вы Создали Правильные Условия Точно Так же Великолепно Разрушает Работу Печень При Неправильном К ней Отношении Поэтому Думайте Что Вам нужно Получить После Праздников И Как правильно Почистить Печень После Праздников Ну Если Вы Хотите Получить Немножко Больше Не Почистить Печень Если Вы Хотите Полечить Жировой Гепатоз Там Стата Гепатии Если Вы Хотите Понимаете Что У вас Немножко Набрался Избыточный Вес Хотелось От него Безопасно Снизить Потому Что Снизить Вес Без Участия Работы Печени можно. Да, вы высыхаете, не вопрос. Патагонные, мочегонные, слабительные принимаются в этом плане. Ограничивается употребление воды, увеличивается фактически количество белковой пищи в рационе. Все это здорово. Это все не трогает работу печени. Это все не помогает ей восстановиться и активно участвовать в обмене веществ в вашем организме. Поэтому, если вы хотите безопасно снизить вес и не думать потом, появится онкология или не появится, потому что в жировой ткани лежат не только жиры, калории и вода. В жировой ткани великолепно растворяются жирорастворимые вещества, а большинство из них с канцерогенной активностью. Не смог ваш организм, ваша печень до туго убрать из вашего организма эти токсины, поэтому жировая ткань накопила их про запас. Как только вы уменьшаете резко объем жировой ткани, все вещества попадают в кровь. Печень неактивна. Куда делаются канцерогены? Пойдут учить молодые здоровые клетки, которые в этом случае образуются, образуются каждый день учить их работать по-другому. Работать, делиться интенсивно и не работать в вашем организме. И появляются зачатки опухолевой ткани. А в вашем организме и без того в здоровом организме каждый день образуется злокачественных опухолей на 300 злокачественных клеток на 300 опухолей. Иммунная система разряжает это все находить и уничтожать. Зачем вам увеличивать количество клеток в иммунной системе создавать еще какую-то головную боль? Не 300 опухолей убить сегодня, а 500. Даже одна опасна, потому что это потенциальная опасность зарождения злокачественной опухоли. И играть в эту сторону я бы вам не советовал. Что еще вы можете параллельно полечить? Так называемый вегетососудистую дистонию или гипотонию. Потому что многие женщины привыкают 90 на 60 по жизни было, есть и будет. Да, при плохой работе печени, потому что у вас густая кровь. Потому что у вас слабое сердце. Не может оно поднять при густой крови выше давление. Поэтому и падает давление до минимального такого уровня, при котором обмен веществ идет более-менее. Правда работоспособность такая же автоматически, потому что куда же вы денетесь? Работоспособность это способность сердца обеспечить рабочую зону, клетку крови. Если у вас получает литр крови, работает с одной активностью. Два, в два раза больше. Пол-литра. Ну, мозг спит. И не важно, день это рабочий у вас или ночь. Ночью понятно, спать можно. На работе сегодня хуже спать, потому что все хотят более интенсивно работать. Поэтому, а более интенсивная работа опять-таки это траты. Попробуйте обеспечить работу мозга непоноценным питанием. Он вам ответит. Сезонная депрессия. Кстати, которую тоже можно полечить, учитывая работу печени. Лучше работу печени. Ну, я не буду говорить, перечитать другие заболевания, потому что сезонно обостряются бронхиты, язвенные болезни, гастриты, дисбактериозы, кожные заболевания, псориазы, угревая сыпь, витилиго. Это все можно лечить. Сейчас самый лучший сезон. Почему? Потому что праздники уже, в принципе, основные закончились. Сейчас у нас более-менее спокойное время до лета. Его можно спокойно использовать в очищении вашего организма, в улучшении его работы. Если вы улучшите работу печени, не вопрос. Кстати, если захотите приобрести этот книг, пока еще есть. Вот, контакты вы под видео видите, вы легко можете по ним обратиться и заказать эту книгу. Стоит всего 10 долларов, плюс пересылка, в зависимости от того, где вы находитесь. Поэтому не вопрос. Кстати, пересылка в Россию в полтора раза дороже самой книги. Ну, увы, расстояние. По Украине меньше. Поэтому не вопрос. Все это можно сделать. 200 страниц текста о том, что делать, если у вас есть печень. Часть из них, что не делать, пока у вас есть печень, потому что убить печень легко и просто. Восстанавливать потом тяжелее. Вот, поэтому вопросы, какие у вас есть, вы можете легко задать. В контакте вы видите в видео. Проблем нет. Проблема одна. Когда у вас возникнет желание конкретно заняться своим организмом, создать ему оптимальные условия и забыть про те потенциальные 30 тысяч болезней, которые на сегодня есть, которые сегодня зарегистрированы и которыми потенциально может заболеть любое кашель. А для того, чтобы их не иметь, нужно просто-напросто стараться не загрязнять свой организм. Если получилось загрязнить, вы должны своевременно полноценно очистить, улучшить работу печени. Ну и создать более-менее комфортные условия для того, чтобы организм работал легко, просто, без проблем, не создал проблем вам. Потому что вы знаете, болезни, они же не злуют, они же возникают сами по себе, как бы самопроизвольно. Хотя вы для них создаете фундамент неправильным питанием, неправильным образом жизни. А потом болезни в самый неудачный момент нарушают вашу работоспособность и вынуждают вместо того, чтобы активно работать, активно лечиться. Конечно, если вам нравится лечиться, нравится коллекционировать диагнозы, это не вопрос. Ваш выбор, может быть, цель вашей жизни такая, знаете, стать чемпионом по различным диагнозам. И такое бывает. Я предлагаю совершенно иной вариант. Знаете, здоровый образ жизни это не прокрустного ложа, когда вас вот так вот сжали, зажали, и вы сидите, не боитесь шелохнуться, боитесь шевелиться, боитесь что-то подобного. Нет. Это достаточно комфортные условия, в которых может находиться любой и каждый, не создавая себе никаких проблем, просто выполнять несколько действий стереотипно на протяжении лет, десятилетий, активной жизни. Тогда и активное долголетие вам будет, как говорится, логическим следствием этих действий. Вы знаете, любая машина, какая бы у вас ни была, какую бы технику вы ни имели, если вы создадите не те условия, которые прописаны в паспорте, ох, не думаю, что она у вас будет хорошо и долго работать. Каждая техника, каждый предмет имеет определенные условия техобслуживания. И чем лучше вы за ним следите, чем лучше вы ему создаете именно те условия, которые прописаны, тем дольше он работает. Организм человека от этого отличается только одним. Он какое-то время может самовосстанавливаться и как бы создавать у вас иллюзию, что можно с организмом поступать как угодно, делать с ним что угодно, и все равно все будет здорово, ничего плохого из этого не произойдет. Вы знаете, это иллюзия. Да, у организма есть запас прочности. Причем 5-6 кратный. Хромадный запас прочности. И вопрос, если вы этим запас прочности его используете, вы не видите до тех пор, пока запас прочности не будет 100%. Не 500-600%, как это было исходно при рождении, когда вам родители подарили ваш организм стоимостью нескольких миллионов долларов. А когда запас прочности истощился, и вы пытаетесь дать нагрузку в состояние покоя, хлоп, а тут потолок. А тут уже нагрузка не идет. А тут уже у вас что-то не получается. И вот здесь вы начинаете задумываться о своем здоровье. Здоровье куда-то делось. А вот это вы не видели? Вот это здоровье где было? Куда оно делось? Да вот тем самым неразумным образом жизни оно-то и делось. Вы его расходовали. Незаметно как. А вы здесь начинаете думать, ага, уже не 100%, уже 90%, уже меньше, меньше. Нет, это выбор каждого. Какую активность вы хотите иметь, какой уровень здоровья вы хотите иметь. Но если вы нашли это видео, я думаю, что природа вам уже подсказала, как правильно обращаться со своим организмом. Как правильно очистить печень, как правильно чистить свой организм и как создать для него комфортные условия для работы. Поэтому не вопрос. Контакты вы видите, вы можете по ним легко обратиться. Кстати, если вы считаете, что ваши друзья, которые сидели с вами за одним столом, тоже немножко перебрали. Вы можете ссылочку на это видео отправить им. Можете отправить видео своим друзьям в социальных сетях. Не со всеми вы друзьями сидели за одним столом, но наверняка они тоже сидели за праздничным столом. Не все могли удержаться в разумных рамках. Можете им отправить это видео. Я думаю, оно им тоже будет не без интереса просмотреть его. Ну, а я, наверное, буду заканчивать. Если вам нужна какая-то более подробная информация, если кто не успел подписаться на мой канал не вопрос. Кнопка подписки внизу под видео. Можете легко подписаться, просмотреть другие видео. А я пойду подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...